Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Да, сегодня снова колбаса. Я уже слышу, да достал ты уже всех своих колбасой. Правда. Но меня регулярно спрашивают, а можно ли как-нибудь приготовить нежирную, но чтобы было вкусно. Я всегда отвечал, не знаю. Я и сейчас так отвечу. Один подписчик просил приготовить драгобыческую колбасу. Я такую не только ни разу не пробовал, но даже не слышал ни разу. Он прислал мне ссылку на пост какого-то товарища, который ее приготовил. Правда, из того поста становится сразу понятно, что товарищ тут готовил не по ГОСТу, а, скажем так, по мотивам. Там стандартная интернетовская, возьмите пряности, какие вам нравятся и тому подобное. Я к таким рецептам отношусь с изрядным предубеждением. Почему? Потому что возьмите, скажем, 10 поваров, и если каждый из этих 10 возьмет пряности, какие каждому из них нравятся, возьмет мясо, какое каждому из них нравится, возьмет способы тепловой обработки и приготовления, какие ему нравятся, то в конце концов совершенно не факт, что у всех 10 вдруг получится именно драгобыческая колбаса, а не, к примеру, финский сервеллак. Короче, настоящий рецепт ГОСТовской и драгобыческой колбасы я так и не выяснил, но основной принцип вроде бы понял. То есть берем нежирное мясо, перемалываем его на фарш, добавляем пряности, какие нужно, после чего ферментируем и коптим в горячем дыму. Вы уже поняли, что на выходе никакая драгобыческая, скорее всего, не получится, но я хочу приготовить сразу 2, нет, даже сразу 6 колбас. Черт возьми, эксперимент! И при приготовлении я собираюсь придерживаться основных грамотных принципов готовки колбас такого типа. Что я имею в виду? Самое главное, фаршемасса перед тепловой обработкой должна созреть, сречь ферментироваться. Второй важный момент. Вымешивать фарш надо до склизкости. Ну, сейчас покажу. И третий, строжайший контроль температуры. Во время всего процесса приготовления этого фарша и вымешивания его, температура ни в коем случае не должна подняться выше 12 градусов по Цельсию. Иначе существует риск бульонного отека. Что касается, собственно, колбас. Вот эти три тарелочки у меня говядина, шейная часть, а вот эти три свинина, плечевая. И я сейчас хочу подготовить сразу 6 вариантов. Все варианты будут содержать по 50% говядины и 50% свинины. Но при этом... Ну, секунду. Мясо уберу в холодильник. Так, о чем-то я. Да, так вот. Для первой и второй колбасы мясо пропускаю через мясорубку с диаметром отверстий 8 миллиметров. Одну такую колбасу подвергну тепловой обработке горячим дымом, то есть горячее копчение при температуре около 80 градусов. Вторую без дыма. В духовке. Третий и четвертый варианты. Вся говядина и большая часть свинины остаются нарезанными вот такими крупными кусочками. И только совсем небольшую часть свинины я измельчу мясорубкой. Для того, чтобы измельченная фракция заполнила все возможные пустоты между довольно крупными кусочками мяса. Тепловая обработка такая же, как и в первом случае. То есть половину колбасы я отправляю на горячее копчение, а вторую половину в духовку. И пятый и шестой вариант. Вся говядина так и остается нарезанная крупными кусками, а вся свинина измельчается на мясорубке. Диаметр отверстий все то же самые 8 миллиметров. И тепловая обработка, как вы уже догадались, такая же. Поехали! Отлично! Теперь соль поваренная. Соль нетеритная. Все пропорции укажу в описании видео. Смесь перцев от Ем колбаски. Шучу. Сам только что смолол и смешал. А вот теперь не шучу. Хочу в этом рецепте попробовать смесь от Ем колбаски. Называется ГОСТ ФС номер один. Мускат. Состав. Виноградный сахар, пряности их экстракты, ну там мускатный орех, аскорбат натрия, но это витамин С и фосфаты. Если вы видели вот этот ролик про сардельки по ГОСТу, то наверняка помните, о чем я там говорил. Для тех, кто не помнит. Для того, чтобы колбасные изделия были сочными, в них должна быть влага. Эта влага удерживается в колбасных изделиях эмульсии. Эмульсия образуется в результате очень интенсивного перемешивания при низкой температуре смеси мясного белка, воды и жира. Причем жира должно быть много, до 30%. Но я сегодня готовлю нежирные колбасы, и поэтому мне нужно ввести фарш вместо жира в какой-нибудь эмульгатор. В колбасной промышленности для этих целей используют фосфаты и цитраты. Если бы я был фермером, то все было бы очень просто. Забил хрюшку и быстро-быстро в течение двух часов переработал ее на колбасу, потому что в организме фосфаты присутствуют в виде молекул АТФ. Но после забоя они очень быстро разлагаются, и по прошествии трех-четырех часов их нет. Эта свинка была забита черт знает когда. По меньшей мере три дня прошло, хотя может быть и больше наверняка. Поэтому от молекул АТФ, от фосфатов, в ней даже воспоминаний не осталось. Ну поэтому вношу их сейчас. Обращаю особое внимание. Любые продукты, любые вещества могут являться как лекарствами, так и ядами. Все дело в концентрации. Можно свежайшего хлеба наесться и умереть от заварта кишок. Все вот эти пакетики, концентраты. Чтобы эти нужные нам вещества не стали для нас ядом, внимательно читайте инструкцию на упаковках. Не добавляйте их на глазок, взвешивайте. Это супчик можно попытаться на глаз посолить, скажем, или картошку. Да и то не всякий раз угадаешь. А уж колбасу-то вы готовите всяко реже, чем супчик. Ну и последний ингредиент гранулированный чеснок. В данном случае использую несвежий, потому что продолжу приготовление только послезавтра, а может и через два дня. Со свежим чесночком фаш можно за два дня и забродить, так что лучше подстрахуюсь. Ну собственно все, можно вымешивать. Как я уже сказал, до появления белых нитей. Ну и не забывайте про добавление снега или колотого льда, ну или по крайней мере очень холодной воды. Из расчета 10 процентов от веса фарша мы же хотим получить сочную колбасу. А пока фарш для первой и второй колбасы вымешивается, я подготовлю третий и четвертый варианты. Напоминаю, что для них я измельчаю в мясорубке только свинину. И то не всю, а всего-то 10-15 процентов от всего веса будущей колбасы. Так, фарш уже вымешан. Смотрите, как он выглядит. Видите? Отлично. Переложу его пока сюда и отправлю в холодильник. Опять тот же набор соли, пряностей и сахара. Опять колотый лед и вымешивать. Вот сейчас надо мешать особенно тщательно, потому что кусочки мяса крупные, и надо их как следует отмассировать. Ну а я тем временем подготовлю фарш для пятой и шестой колбаски. И напоминаю, что в этот раз вся свинина отправляется в мясорубку, а вся говядина остается кусочками. А вам-то интересно, как степень измельчения скажется на внешнем виде колбасы, на ее вкусе. Ну вот, вторая партия вымешалась. Так, смотрите, белок, который выделился. Ну, мясные клетки-то от соли разрушаются. И клеточная жидкость, в которой содержится белок в том числе, она смешалась сейчас с фосфатами, которые я добавил, с водой. Видите? Образовала такую эмульсию. Она как будто немножко даже вспененная такая. Она очень липкая поверхность. Вот именно до такого состояния нужно обязательно вымешивать фарш на колбасу. Когда появились вот эти ниточки. Вот. Тогда вся влага, которую мы добавили в виде снега сейчас, в этой воды, будет хорошо удерживаться фаршем. И эту партию тоже сейчас отправлю в холодильник. Пусть подождет, пока последняя партия вымешивается. С последней партией все то же самое. Тот же набор пряностей, тот же самый лед и то же самое вымешивание до липкости. Все вымешалось. Я, как вы уже видите, и мясорубку убрал, и шприц поставил. Да-да-да, про этот шприц был обзор. Новые зрители, не спешите задавать вопросы. Ссылку на обзор повешу в конце этого ролика. Закладываю в колбу первую партию фарша. Ну, очень удобный шприц, но вы знаете. Ставим колбу на место, выдавливаем из цевки воздух. О, фарш показался. Набивать колбасы для первого и второго варианта я буду вот в такую оболочку. Внимание, это реклама. Да, такую оболочку я получил тоже от Павла, от магазина Ем колбаски. Паш, спасибо тебе и за оболочку, и за смеси, и за приправы, и самое главное, за классный, грамотный рецепт у тебя на сайте. Набивать такую оболочку за счет вот этой сетки можно очень и очень плотно. Так, третья и четвертая партия пойдет вот в такую оболочку. Да, и ее я тоже получил от Павла. Кстати, и первая, и вторая оболочки фиброзные, искусственные. Они несъедобные, но они влагой и дымопроницаемые, то есть годятся для копчения. Ну и последняя партия фарша пойдет вот в такую оболочку, коллагеновую. И нет, эту оболочку я получил не от Павла. Я ее покупаю на ebay у одного поставщика из Англии. Хорошая, очень качественная оболочка. Я у него, кстати, и натуральную череву беру. Да сейчас покажу. Вот, смотрите, она натянута на такие плотные полиэтиленовые вставки. То есть он упаковывает ее хорошо, удобно. Хорошо просоленная. Необходимое количество очень легко стягивается вот с этой вот пластиковой пленки. Ну и промывается. Однако я отвлекся. Ну вот, собственно, все колбасы набиты. Перерыв на приборку. А теперь перевязка. Я уже цать раз показывал, как это делается. Но чтобы не посылать вас в предыдущие ролики, покажу и здесь. Сначала делаем петлю-удавку. Подтягиваем ее. Набрасываем на конец колбасы и затягиваем. Прошу прощения за изменившийся звук. На съемке у меня микрофон выключился. Теперь делаем петлю для подвешивания колбасы. Опять петля-удавка. Но хватаем за основание нитки, которая у самой колбасы, как видите. И подтягиваем. То есть удавка затягивается на колбасе. И у нас получилась петля. Переворачиваем. А теперь просто набрасываем петли. Одна за одной. Одновременно подтягивая пальцем и уплотняя колбасу. Каждую новую петлю затягиваем не со стороны руки, не со стороны хвостика, а со стороны фарша, со стороны колбасы. Тогда каждая последующая петля еще больше уплотняет фарш. Ну вот так. Лишнее отрезаем. И колбаска готова. И так со всеми остальными колбасами. Собственно, на этом первая часть колбасной эпопеи и заканчивается. Сейчас я ее отправляю в холодильник, и она у меня будет лежать, уплотняться, восстанавливать свои связи, порушенные во время вымешивания энергичного, ферментироваться хоть немного. Двое суток. Минимум. Может быть и трое. Посмотрим. Подождем. И до встречи. И снова всем привет. Прошло трое суток. Вру, не трое прошло, на самом деле. Трое будет сегодня часам, наверное, к трем дня. Итак, двое суток колбаса пролежала в холодильнике при температуре там от 0 до плюс 5. Вчера вечером поздно, часов в 11, я ее вытащил оттуда и повесил. Прогреваться до комнатной температуры, для того, чтобы весь нитрит натрия в этой колбасе прореагировал с миоглобином, и она набрала свой красивый такой красный цвет. Она прогревалась всю ночь. Температура в помещении где-то 22-24 градуса ночью у нас была. Все, сейчас время тепловой обработки. Я эту колбаску отложил, помещаю в духовку при температуре 80 градусов, а эту сейчас отправлю в коптильню горячего копчения. Поехали. На дно духовки, не на дно, в самом деле, я поставил противень. В него наливаю воды. Температура 80 градусов. Где-то через 30-40 минут я щуп термометра расположу рядом с колбасой и буду ловить температуру. Духовка, несмотря на то, что не выставляешь температуру 80 градусов, не греет до 80. Она нагревает до 80, плюс сколько-то в моем случае, плюс 6, плюс 7. Потом выключается, ждет, когда пространство в духовке остынет. Ниже 80, в моем случае до 72, это опускается температура. Потом опять включается и так вот циклами гоняет. Мне нужно так подобрать температуру в духовке, чтобы верхняя граница не была выше 80. Когда я поймаю такую температуру, настрою духовку, щуп термометра вгоню в батон и настрою сигнализацию моего термометра на температуру 69 градусов. Колбаса будет полностью готова, когда температура внутри батона достигнет температуры 69 градусов. Ну, а эту колбасу в горячую коптильню. Пойдем ее раскочегаривать. А коптить я буду вот в этом веберском агрегате. Сначала надо угли разжечь. Я их, кстати, уже здесь вот, видите, насыпал. Много их не нужно совсем. Раскочегариваются они в этом стартере очень быстро. Если заполнить его вот полный, где-то минут 20, наверное, и все готово. Я вообще на него не нарадуюсь. Я еще в Москве им пользовался. Ну и здесь тоже купил. Ну, ладно, пусть разгораются. Я растапливал небольшое количество угля, потому что мне нужен совсем не сильный жар здесь. Вот так вот. Теперь засыпаю сюда щепу яблочную. Это тоже от вебера. Они мне подогнали этот агрегат, но я вам рассказывал. Я его вовсю гоняю, тестирую. А теперь водружаю всю коптильню. Так. О, раскочегарилось. А вот через вот это вот отверстие, здесь такая силиконовая заглушка, вставляются термометры. Отсюда можно через эту дверцу добавить при необходимости угля либо щепы. Сейчас сюда я кладу решетку, которую замотал аккуратно фольгой. Для того, чтобы жар угля непосредственно на колбаску не воздействовал. Закрыл, так сказать. Так, ну и надо чем-то пробить. Ну, вот прям так я пальцами дырки нет. Ножом несколько дырок пробью. Сюда водружаю вот эту вот подставку. Отлично. Подвешиваю колбасу. Все, и в таком виде это будет коптиться. В смысле, вот в таком. Отверстие приоткрываю. Здесь, кстати, есть термометр. Вот он. Это для того, чтобы померить температуру верхней части коптильни. Но я сюда еще сейчас воткну. Все. Температура мне нужна дыма 80 градусов. Где-то через полчаса, через 40 минут я такой же термометр, какой использую в духовке, притащу сюда и воткну здесь, в эти самые батоны. И эту колбасу тоже буду доводить до состояния, когда температура в центре батона станет 69 градусов. Ждем. Ну и как вам точность настройки коптильни при помощи положенного угля и при открытии и закрытии этих самых поддувал? Профессионализм пропьешь. Итак, настал наконец-таки долгожданный момент пробы. Вот эти три колбаски копченые, эти две, которые запекались в духовке. Я, правда, вчера немного схалявил. Дело в том, что коптились они у меня приблизительно часа 4, наверное, может быть, 4 с половиной, после чего мне нужно было уехать. А за коптильней следить было некому. То есть ее же нельзя просто так оставить. Нужно подкладывать там уголька, подбрасывать вот этих щепочек, чтобы они не дымились. Поэтому я по прошествии вот этого времени вытащил их из коптильни и тоже отправил в духовку. Из коптильни их вытащил, когда они были, наверное, на 55 градусов внутри. То есть доводились до готовности, они уже в духовке. После чего вечером, когда закончился весь процесс термообработки, я их вытащил из духовки, дал остыть, после чего убрал в холодильник. И всю ночь эти колбасы лежали в холодильнике, эквализировались. Так сказать, выравнивался весь вкус и аромат по объему. Конечно, этого недостаточно. Хорошо бы еще бы сутки хотя бы подождать, но уже не втерпешь. Давайте попробуем. Начинаю я вот с этой замечательной колбаски. Напоминаю, что это колбаса из самого мелко перемолотого фарша. Какая набивала, конечно, не очень аккуратно. Видите, есть большое количество пузырьков. По сути, по сути, это пахнет как ветчина. А теперь та же самая мелко нарубленная, но копченая. Внешний вид на срезе не отличается. Ну и странно было бы, если бы он отличался. Что со вкусом? Итак, сначала пробую не копченую. Вкусная, но мелкое измельчение мне, честно говоря, не особенно нравится. Потому что на мой вкус сочности недостаточно. Так, а теперь подкопченую. Смотрите. Видите? Она желтенькая. Как я говорил, это фиброзная оболочка, дымопроницаема и влагопроницаема. Мало полежала, она все-таки не очень хорошо отстает от колбасы. Итак, да, это лучше. Итак, мой вывод. Рецептура драгубоческой колбасы достаточно примитивная. У меня все в курсе. Если собираетесь похоронить ее подольше, то можно и покоптить побольше. Не 5-6 часов, а коптить часов 8, к примеру. Только температуру нужно будет, конечно, понизить, для того, чтобы не перегреть ее. Или сначала начинать коптить при температуре 45-50 градусов, где-то час-два. Потом поднять температуру копчения до 80 и довести температуру внутри колбасы до 69 градусов. Потом вытащить колбасу на отдых на 12 часов, на 24 часа. Дать ей проветриться. И после этого второй этап копчения при температурах уже ниже 69, то есть 50-60 где-то так градусов. Можно еще 12 часов или даже сутки покоптить. И будет просто супер. Такая колбаса, конечно, прохранится дольше. Хотя вряд ли. Съедите вы ее раньше. Однозначно, она будет совершенно потрясающим по вкусу. Спасибо за компанию. Всем пока.